Иисус Святые отцы не дают ответ, какая весьма высокая гора подразумевается в Евангелии под местом искушения. Но все они единодушны в том, что явление перед Господом всех царств мира сего с их славой было магическим образом по ухищрению дьявола. Разнятся боголюбивые экзегеты, выявляя сущностную природу искушения. Так, блаженный Августин Ипанийский полагает, что третье искушение было связано с попыткой вызвать в Сыне Божием тщеславие, тогда как святитель Иларий Пиктовийский видит в этом испытание властью. Более глубокое богословское видение евангельского рассказа предлагает святитель Лука Крымский. По его мысли, Сатана смущал Спасителя предложением пойти не по тому пути, который предназначил себе Сын Божий, предлагая ему стать земным царем. Дьявол соблазнял действовать путем применения человеческой власти. Он не хотел, чтобы Господь действовал иной силой – силой Божией, силой любви, силой крестной смерти своей. После того, как Сатана безуспешно попытался искусить Иисуса Христа голодом и тщеславием, он переходит к третьему, последнему искушению. Согласно Евангелию от Матфея, дьявол переносит Христа на гору для того, чтобы показать ему все царства мира, весь их внешний блеск и великолепие. Но не просто для того, чтобы продемонстрировать столь красочное зрелище, Сатана предлагает Христу власть над всеми этими царствами в обмен на поклонение себе. В Евангелии от Матфея мы не находим упоминания о том, на какую именно гору дьявол возвел Господа Иисуса Христа для последнего искушения. Сказано лишь, что она была весьма высокой. Приоткрывает завесу таинственности евангельского текста обращение к Ветхому Завету, который свидетельствует, что в земле обетованной были горы, с которых открывался вид на большую часть Палестины. Пророк Моисей перед самой своей смертью взошел на гору Нево, откуда Господь показал ему всю землю Галаат до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Монассиину, и всю землю Иудину даже до самого Западного моря. Второзаконие, глава 34, стихи 1-2. Однако в евангельском повествовании перед взором Христа оказывается не только земля обетованная, Сатана показывает Ему все царства мира. Скорее всего, это происходит каким-либо сверхъестественным, непостижимым образом, поскольку все царства мира были показаны Христу во мгновение времени. Евангелие от Луки, глава 4, стих 5. Наряду с тем, что Сатана сверхъестественным образом показывает Спасителю великолепие и славу всего мира, он также говорит, что власть над этим миром принадлежит ему. В Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета неоднократно повторяется мысль о том, что подлинным владыкой и повелителем Вселенной является Господь Вседержитель. В частности, в книге «Деяний святых апостолов» сказано «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли». Деяние, глава 17, стих 24. При этом, однако, сам Христос в Евангелии от Иоанна называет дьявола князем мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 11. Провозглашая, что время власти его уже заканчивается. Как и в других двух искушениях, Христос отвечает дьяволу словами из книги «Второзаконие» «Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи». Второзаконие, глава 6, стих 13. Этими словами пророк Моисей предостерегал израильский народ от поклонения чужим богам, богам тех народов, с которыми надлежало соседствовать евреям. Но прежде слов из «Второзакония» Христос произносит «Отойди от меня, сатана». В дословном переводе с греческого эта фраза означает «Прочь с глаз моих». В тот момент, когда дьявол не просто искушает Иисуса, но и пытается присвоить себе божественное достоинство, говоря, что вся власть над миром принадлежит только Ему, Христос повелевает Искусителю уйти и исчезнуть. Искушение властью, которое прошел Христос, является важным примером для каждого христианина. Евангельский текст показывает, что только Бог достоин поклонения, только Он является властелином и повелителем всего мира. Однако дьявол пытается присвоить себе хотя бы малую часть этой власти, предлагая человеку путь греха и порока. Образцом для нас могут служить слова Христа, краткие, но при этом исполненные удивительной силы. «Отойди от меня, сатана». При всяком искушении будем помнить о том, что истинного поклонения и почитания достоин только Бог. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.